В Беларуси в следующем году начнут прививать от коронавируса детей с 5 лет. Причина в омикроне. Новый штамм омолодил возраст заболевших. Минздраве подчеркнули, вакцинация будет исключительно добровольной. Обязательные условия – согласие родителей. Напомним, с декабря дозу здоровья могут получить подростки 12-17 лет. Использует китайский Вераселл. С начала 2022-го белорусская железная дорога перевезла более 4 миллионов человек. Число пользователей услугами увеличилось на 104%. В международном сообщении этот показатель превысил 110 тысяч пассажиров. Напомним, ранее БелЖД восстановила работу сервиса онлайн-покупки билетов после технического сбоя. Таким образом, снова можно покупать квитки на поезда через сайт и мобильное приложение. В Могилевской области в 2021-м на ремонт учреждения образования было направлено более 10 миллионов рублей. Из них два – шефская и спонсорская помощь. Также приобрели 20 школьных автобусов для подвоза детей в сельской местности до места учебы и обратно. В этом году планируется обновить автопарк еще на 39 единиц. Два бобручанина похитили у пенсионерки дорогостоящую технику. Мужчины воспользовались отсутствием хозяйки, разбили окно и проникли в дом. Злоумышленники вынесли телевизор стоимостью 400 рублей. После продали его. Возбуждено уголовное дело. Имущество изъяли и вернули женщине. 10 февраля с 10 до 12 часов представители ДЭПа готовы встретиться с потенциальными работниками. Всех желающих ждут в Управлении по труду, занятости и социальной защите. Адрес Гоголя, 7, первый этаж. Соискатели могут ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы.